добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас квадроцикл cf moto 500 кубов basic 500 он идет на квадроцикле взялся заменить масла открывая пробку заднего редуктора оттуда вы бежала не масло две капельки воды интересно как себя редуктор повел без масла давай смотреть где вытекло масло оказывается у него побежал левый задний сальник и побежал видать уже давно что масло выгнала через него и в данный момент он немножко покажу в данный момент он вот так вот немножко замасленный но не сильно подтеков нету ни снизу не сверху они просто уже вымылись но съездил взял новый сальник вот такой вот сальник привода он такой большой идет номер его оригинальный 01 80 33 4003 размер его также вот он указан странно какой-то 465 90 на 9 что за четверка передняя но быстрее всего наверное идет внутренней 65 90 на 9 сейчас возьму штанги мне просто интересно что это за четверка почему она там стоит какой-то свой номер сальник идет смазанный как положено так сейчас замерим под пыльничку 65 внутренней 90 наружный но и 9 быстрее всего до 9 ширина без пыльника а с пыльником получается 13 но 65 это я поэтому померил по пыльнику значит получается он 64 64 по посадочному сейчас сейчас покажу еще пробочку откручу может там еще вода набралась ну да вот на капелька воды уже им и грязи набежал надо будет сейчас сальник поменяю я редуктор промою залью туда наверно солярки маленько пополощу его солью и потом уже только масло залью как бы редуктор не поточила но это эмульсия стружки нет эмульсия эмульсия ладно снимаем колесо и снимаем левую цапфу поддомкратил вот таким образом монтажка через ступицу зафиксировал через цапфу вырез на ступице зафиксировал ступицу и уже смог открутить гайку на приводе снимаем гайку и теперь откручиваем болт сверху и болт снизу что я здесь увидел я увидел здесь что у нас выбита втулка до этого не видел надо будет смотреть и вторую сторону возможно это невозможно уже поедем будем брать новые втулки здесь и вот эти мне втулки тоже не нравится они сместились верхние и здесь она уже получается рычаг уперся в шайбу металлическую так что надо будет ее тут тоже брать менять разбираем и едем за запчастями но в данный момент откручиваем вот эту цапфу и снимаем цапфу ступица сходит легко она здесь помазана головка здесь на 15 и гайка и болт вот видно как она здесь гуляет я получается рычаг как его сделать сейчас сейчас покажу как нибудь через амортизатор по поэтому в любом случае здесь менять надо это и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Тут вроде-то низ тоже гуляет, но непонятно почему она так гуляет, что у ней набито, потому что здесь только металлическая втулка внутри идет Вот это сейчас посмотрим, что за втулки, наверное, наружные какие-то не снимал еще Цапку снимем Втулка внутри вот гуляет По конструктиву посмотрю, что там продается для этой ЦАПФы и продается ли что-то Ну все, в принципе у нас привод освободился, теперь берем его и выдергиваем из редуктора Вот влагу видно тоже на приводе Там тоже грязь стоит Сейчас сальник выдернем, вот из подсальника она вытечет Поставим новый сальник, ну видно, что здесь все мокро Раскидывал Ложим тряпку Чтобы грязь не текла И выдергиваем сальник Этой же фомкой его выдернем Которой держали ступицу Аккуратно под сальник заводите, чтобы ничего другого не цеплять, кроме сальника Рама не дает, но излом Взять О, этим концом Все, вытащил сальник Теперь мы берем Вот эту грязь, которая здесь есть Немножко убираем Получаяediсть Поршую, вот этой грязь Добавляем Рау Добавляем Рау Аккуратно КОНЕЦ 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 Все, почистили. Берем новый сальник. И устанавливаем его на место. Желательно подобрать оправку по размеру по сальнику. И осаживаем. Взялся открутить рычаг. Думаю откручу, посмотрю. Давай трогать амортизатор. А на амортизаторе втулки тоже и вверх и низ разбиты. Поэтому снимаем. Амортизатор тоже я открутил. Здесь гайки также на 15. Болты снимаем и вытаскиваем амортизатор. Тоже возьмем новые втулки, заменим. А также вот видно разорванный пыльник с отбойником на амортизаторе. Мы его тоже заменим. Вот теперь нам даже и сальник, я его еще и не забил сальник. Нам гораздо удобнее будет сейчас осадить через оправку. Снимаем верхний рычаг. Здесь получается вверху сайлентблоки. Вот оно сдвинулось и у нас уже било металл. Сайлентблок съехал и один и второй. Но он не просто съехал, он выработался. Хотя, я его сейчас выпрессую и посмотрю, что с ним не так. Возможно, что мы даже его и оставим. Нет, мы не будем его оставлять, мы его заменим. Заменим оба сайлентблока. И также втулка стабилизатора, вот ее хорошо видно, как она выбита. Мы тоже ее заменим. А вот эти сайлентблоки нижние, они еще живые. Мы их оставляем. Стойка тоже живая. Меняем втулки. Меняем сайлентблоки верхние. Меняем втулки на амортизаторе. И собираем. Также и с другой стороны. Аналогичная картина, все точно так же гуляет. Вот подобрал здесь, у меня получается старый подшипник от дровера задний. Я внутреннюю обойму вытащил и она четко подходит. Заправляю пыльник, она четко подходит по диаметру. Теперь можно аккуратненько вокруг осадить сальник. Все. Наш сальник сидит на месте. Скатался я, взял сайлентблоки. Вот такой вот сайлентблок верхнего рычага. Номер его 9010 05 05 00. Вот такие вот сайлентблоки. Сейчас выпрессовываем старый. И ставим новый. Для этого взял головку. Головка на 30. Ставим рычаг на головку. И выдавливаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для чего я приподнимаю, чтобы у меня резинкой не закусывало шток. пресса здесь наружной втулки нету у саленблока поэтому он просто на резине сидит сейчас вытащим все здесь у этого еще более-менее у него только вот здесь накрутила автор второй саленблок я вытащил у него вот эта резинка где она сместилась она такая разорванная поэтому берем и новый саленблок смазываем силиконовой смазкой маленько брызгаем внутри и маленько брызгаем силикон на входе вот так вот поддавливаем его сначала можно со смазкой вон руками даже заходит можно его в принципе прессами не давить постучать я думаю молотком не молотком он не хочет все вот он сидит ровно у нас и один и второй ставим и перепрессовываем точно также 2 ну что саленблоки я перепрессовал сейчас вставляем на место наш привод легенько вставляется и защелкивается все привод сидит на месте теперь мы берем ставим на место амортизатор втулок таких не оказалось я их просто взял повернул маленько заказали втулки дали на x5 они не подошли на basic и другие другой размер втулок на амортизаторе но повернуть их повернул выработку по бокам поставил сейчас они работать будут стучать не будут наживляем болты я смажу оба болта вставляем болты смазываю потом удобно их и снимать и откручивать не закисают все теперь берем наш рычаг так вот шайбы поставим на рычаге и вставляем рычаг на место целые блоки мы в них заменили смазываю ногу болта лимон плотно слайд слайд вверх чтобы уроки Вот этот тоже затягиваем. Все, рычаг мы затянули, съездил я купил вот такие вот шайбы, это на цапку по бокам ставится, эти уже продавленные, даже потрескались вам, они как шайба, уплотнитель идет с резиной, вот здесь вот на эти одеваем. Аккуратненько. Сейчас скажу, какого они номера идут. Вот так вот. И когда мы соберем, мы прошприцуем, доводницы протрем. Номер этих шайб идет 9010-06-09-00. Так, надеваем привод. Так что, шприцуем. Вот она, смазка старую мы продавливаем, новую задавливаем. Так же и снизу. Здесь у нас не хочет идти. Будем через тряпочку. Берем тряпочку в один слой. Сразу пошла. Старую продавливаем смазку. Старую на место ступицу. И закручиваем гайку. Головка на 27. Здесь принцип такой, как откручивали, так и закручиваем только с обратной стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стопорим здесь на фиксатор. Все, рычаг мы затянули, цапку мы затянули, ступицу мы затянули, амортизатор мы затянули, втулки стабилизатора мы поменяли. Сейчас идем на вторую сторону, вторую сторону делаем точно так же, кроме сальника, редуктора мы ничего там этого не меняем. Остальное все делаем так же и собираем. Ставим колеса и заливаем масло в редуктор. На этом все. Замену сальника редуктора на привод мы заменили, произвели. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok